алё здравствуйте слушаю вас здравствуйте сергей яковлевич это галина петровна лазовицкая слышно же вас внимательно сергей яковлевич после первого видеоинтервью с вами продолжает возникать ряд вопросов касающихся преступлений с применением оружия поражающего излучением в этой связи сергей яковлевич позвольте задать вам ряд вопросов для начала пожалуйста уточним понятие самого оружия поражающие излучением под оружием поражающим излучением понимают устройства и предметы конструктивно предназначены для поражения живой или иной цели электромагнитным акустическим или радиоактивным видом излучения выходные параметры которых превышает величины установленные государственными стандартами российской федерации и соответствующая норма федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения желательно еще рассмотреть особенности этого оружия чтобы мы сразу раскрыли тематику вопроса направленное облучение электромагнитным или акустическим излучением вызывает изменение поведения мыслительной деятельности реакции на события ситуации приводит нарушением в работе функциональных систем организма человека и изменения в клетках ткани что приводит к неизбежному летальному исходу также особенностью рассматриваемого оружия поражающего излучением является то что она поражает любого человека минуя его органы чувств от этого вида оружия не защитит ни бронежилет не броня не существующие естественные преграды электромагнитная акустическая инфразвуковое и ультразвуковое излучение нельзя увидеть услышать пощупать вот этого вредное влияние ничуть не уменьшается и такого вида нападения практически невозможно защититься волновые характеристики каждого из органов человеческого тела учеными давно описаны и хорошо известны поэтому при применении оружия поражающим излучением возможно безнаказанное причинение смерти или другого любого вреда человеку незаметно для окружающих притом доказать причину наступления летального исхода или появление типичной патологии практически невозможно 12 февраля 1993 года министр безопасности баранников виктор павлович выступая на совещании в кремле подтвердил применение оружие поражающее излучение многочисленное применение оружие поражающее излучение для совершения преступления это же подтвердил генерал федеральной службы охраны ратников борис константинович генерал кгб ссср калугин олег данилович генерал кгб ссср николай алексеевич шан генерал фсб рогозин георгий георгиевич и многие другие высокопоставленные сотрудники федеральной службы безопасности и ученые поэтому я считаю что это оружие является сейчас самым опасным но по каким-то причинам у нас не организована защита граждан такого вида нападения сергей яковлевич будьте любезны уточните пожалуйста виды излучений применяемые для совершения преступлений из видов излучения наиболее часто применяются электромагнитное это электромагнитное излучение это колебание электрического магнитного полей сюда относятся дециметровое излучение овч ультравысокие частоты длина волны от одного метра до 10 сантиметров и частоты от 300 мегагерц до 3 гигагерц сантиметровые это сверхвысокие частоты, СВЧ, длина волны от 10 см до 1 см и частоты от 3 ГГц до 30 ГГц. И миллиметровые, это крайне высокие частоты, КВЧ, длина волны от 1 см до 1 мм, частоты от 30 ГГц до 300 ГГц. Эти излучения очень хорошо фокусируются при наведении на цель. Из акустических видов излучения можно обозначить инфразвуковые длина волны около 17 метров и частоты ниже 20 Гц, это низкие частоты. И ультразвуковые длина волны около 0,0017 метра, частоты выше 20 кГц, это относится уже к высоким частотам. Сергей Яковлевич, субъекты преступлений, то есть преступники, применяющих данное оружие, разнообразные. Его применяют как отдельные лица, так и организованные преступные формирования. Не могли бы Вы обозначить наиболее опасные из них? Преступники постоянно совершенствуются и применяют новые технологии для совершения преступлений. Как Вы знаете, преступное сообщество провели полное перевооружение и сейчас на рынке заказных убийств наибольшим спросом пользуются убийства без признаков насильственной смерти. Это вызвано тем, что правоохранительные органы такие виды преступлений не раскрывают. Поэтому такие виды услуг пользуются очень большим спросом. Преступные группы очень хорошо организованы, прекрасно укомплектованы и оснащены гораздо лучше, чем некоторые государственные службы. При этом они очень прекрасно финансируются и они состоят из нескольких подразделений. Первое подразделение это группа наблюдения и оперативного сопровождения, которая обеспечивает информационное обеспечение о цели. Вторая группа это технического сопровождения, которые разрабатывают современные средства поражения. Третья группа это исполнители, в переводе на общедоступный язык это киллеры. И последняя группа это группа безопасности и прикрытия. В отдельных случаях преступники привлекают для прикрытия психиатров в силу того, что там зарплата небольшая, а здесь прекрасное финансирование. Это удобно тем, что это ни у кого не вызовет подозрений. Диагноз шизофрения, фобия облучения и так далее. Притом на любого человека сейчас получить информацию несложно. На него можно заранее карточку завести и распространить информацию о том, что этот человек психически, не имеет психические заболевания, либо отклонения и так далее. И таким образом его компрометировать. Также широко применяется и компрометирующее сведение о человеке, который добывается при оперативных разработках преступными группировками. Сергей Яковлевич, после совершения преступления, как мы с вами акцентировали внимание в прошлом интервью, необходимо провести тщательнейший осмотр места происшествия. Какие приборы, на ваш взгляд, целесообразно применять при осмотре таких мест происшествий? И в чем, на ваш взгляд, заключается особенность осмотра места происшествия с применением оружия, поражающим излучением? При расследовании преступлений целесообразно применять следующие приборы по акустическим излучениям, это инфразвуковые и ультразвуковые излучения. Прибор SWAN 912M, либо прибор Soundbook MK28L. По электромагнитным излучениям, прибор PZ41, либо PZ50V, прибор MTM01, или можно применять прибор PROTEC 3290M, прибор AKS 1292, прибор CYCLON 05M, или лазерный дозиметр LD07. Для исследования подповерхностной структуры целесообразно применение прибора георадар-лоза. Для обнаружения изменений в структуре поверхности целесообразно применение прибора тепловизор. Теста 881-3 профи. Для поиска скрытых в стенах и в полу объектов целесообразно применение прибора универсальный локатор Waller Scanner D-Test 100, либо Bosch D-Test 150. Это необходимо для того, потому что преступники иногда делают скрытые полости, в которые устанавливают приборы различные, излучающие. Уже были такие случаи, это в Санкт-Петербурге, там устанавливали приборы с ионизирующими излучениями радиоактивные. Жильцы погибали, квартиры продавали. Вот они их устанавливали в скрытых полостях. Либо эти приборы могут устанавливаться в вентиляционной шахте, и потом они, так сказать, поднимаются, либо в пространстве под полу. То есть в трубных местах. Эти места никто никогда не досматривает, что и вызывает определенные проблемы при осмотре места происшествия. Вот эти приборы, к сожалению, не находятся в экспертных подразделениях Следственного комитета, в экспертных подразделениях полиции и других ведомств. Это вызывает определенную сложность при осмотре места происшествия. И полученные результаты, скажем так, инструментальных исследований по электромагнитным и акустическим излучениям необходимо сравнить с санитарными правилами и нормами, санитарными нормами для определения границ возможного превышения предельно допустимого уровня излучения. Скажите, пожалуйста, вот с помощью каких документов, на Ваш взгляд, должен проводиться расчет предельно допустимого уровня излучения? У нас основным документом является Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. На основе этого документа составлены санитарные правила и нормы. Я для Вас кратенько их приведу, потому что они могут кому-нибудь пригодиться. Это САНПИН 224-218-055-96. Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона. Эмерчи. Второй САНПИН 224-218-582-96. Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука, промышленного, медицинского и бытового назначения. Третий САНПИН 218-1002-00. Санитарно-эпидемиологическое требование к жилым зданиям и помещениям. Я считаю, что вот этот САНПИН должен быть в каждой квартире буквально, потому что у нас наши помещения, они санитарным правилам и нормам буквально не соответствуют. Не только по электромагнитным составляющим, но и по акустике, по воздушному бассейну и так далее. Следующие санитарные нормы 224-218-583-96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях. И по радиационной безопасности я тоже приведу, потому что случаи применения таких материалов для совершения преступлений есть, поэтому я вам тоже приведу. Это ОСПОРК-99, основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. И еще один документ, это санитарное правило 261-799-99, ионизирующее излучение радиационной безопасности. Также можно привести документ нормы радиационной безопасности санитарные правила 261-758-99, ионизирующее излучение радиационной безопасности. Документы в интернете есть, там есть формулы для расчета предельно допустимого уровня излучения, и с помощью этих формул вы можете посчитать, есть ли превышение предельно допустимого уровня излучения или нет. Но в качестве примера я вам могу назвать, по инфразвуковому излучению у нас предельно допустимый уровень излучения в пределах 70 дБ. То есть то, что выше 70 дБ, это уже вредно. По электромагнитным излучениям диапазона от 300 МГц до 300 ГГц, как правило 10 микроватт на сантиметр квадратный. То есть это уже является поводом, если превышает, то это повод уже для реагирования. Какие основные виды экспертиз, по Вашему мнению, Сергей Яковлевич, должны проводиться в ходе расследования преступлений с применением оружия, поражающего излучением? Ну у нас первая и самая важная экспертиза, это, конечно, судебно-медицинская экспертиза. Обязательно нужно на то, что замер излучения, как правило, желательно проводить и в дневное, и в ночное время. Я вот обратил внимание на то, что в дневное время мощность излучения поменьше, а в ночное время она побольше, потому что в ночное время человек находится у себя дома, находится в горизонтальной плоскости, скажем, в самом беззащитном состоянии, и в это время, как правило, мощность излучения делает побольше, чтобы гарантированно поразить объект. Обнаружить излучающее устройство возможность применения метода пеленгации, путем пеленгации, таким образом можно обнаружить, где находится устройство. И желательно, все-таки, обязательно проведение оперативных мероприятий с применением технических средств. Сюда можно это попросить сделать, можно и частного детектива, чтобы он оказал содействие в проведении оперативных мероприятий. Также можно определить в первоначальном варианте при осмотре жилого помещения потерпевшего, скажем, наличие определенного вида излучения. Это делается с применением прибора-частотомер. После определения, обнаружения определенного вида излучения применяется прибору по этому виду излучения. Я эти приборы уже перечислил. И обнаруживается превышение границы предельно допустимого уровня излучения. После чего обязательно составление протокола и подпись его эксперта. Также желательно, если понятые будут, то это будет вообще хорошо. И проводится проверка стен на наличие скрытых технологических отверстий с применением прибора дефектоскоп или тепловизора. Потому что, как правило, иногда преступники проникают в квартиру. Сейчас уже в двери никто не проникает. В стене делается технологическое отверстие, которое визуально обнаружить невозможно. И домкратиком аккуратненько выдавливается эта часть и проникают в квартиру. А чтобы жилец и хозяин квартиры свои конституционные права не качал, можно, как правило, применять усыпляющий газ. Это сделать несложно. И учитывая, что преступники, как правило, располагаются в квартире, расположенной этажом выше, то там также необходимо провести осмотр с применением существующих криминалистических методик. Основанием осмотра могут быть, скажем так, предварительное проведение оперативных мероприятий. Либо применение технических средств для обнаружения. Ну и обычное следообразование еще не удалось уничтожить никому. И так как наиболее часто преступники применяют оружие, поражающее инфразвуковым излучением, то для обнаружения применяется, соответственно, прибор SWAN 912M, либо Soundbook MK2-8L. Также возможно применение узконаправленных источников излучения. Их обнаружить уже гораздо сложнее. Сюда относятся оружие, поражающее электромагнитным излучением. Это СВЧ, КВЧ-диапазоны, лазерное излучение. Для их обнаружения применяют приборы, соответственно, ПЗ-41, ПЗ-50В, МТМ-01, Протек-3290М, АКС-1292, Сиклор-05М и лазерный дозиметр LD-07. Узконаправленные источники излучения, они представляют сложность при обнаружении, осмотре места происшествия и иногда возможно применение нескольких узконаправленных источников излучения по одной цели. Вместе с сложением лучей в результате интерференции резко возрастает поражающий эффект. В зависимости от количества применяемых источников излучения. Как правило, необученные специалисты, которые не прошли специальную криминалистическую подготовку, обнаруживают только один узконаправленный источник, а он может работать на границе пределенно-допустимого уровня излучения. И в заключении этот специалист, как правило, пишет, что превышения пределенно-допустимого уровня излучения нет, хотя там возможно наличие и других узконаправленных источников излучения. Потому что здесь, вот в этой ситуации, нужно высокопрофессионально подготовленные специалисты. Спасибо, Сергей Яковлевич. Пожалуйста. Всего Вам доброго. Творщих успехов. Спасибо и Вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова